Лео рисует? Что нужно для художников юных и которые любят рисовать, как Лео. Да, для друзей Лео нужны такие карандаши. И мы рисуем вместе с вами. Убираем белый лист бумаги. Суперское настроение. Пираты страшные? Пираты страшные, но нам они не страшны. Мы берем голубой цвет или синий и рисуем сразу море. Потому что пиратские корабли всегда плавали в море. И мы рисуем море вот так вот. Раз, два, три, четыре, пять. Вот так мы делаем море. И сразу его закрашиваем. Закрашиваем мы этим же голубым карандашом. Он такой голубо-синий и нам он как раз подойдет. Очень хороший карандаш. Сильно давить не надо, потому что он мягкий и хорошо красит. Что нам нужно. А синим мы покрасим точно. Давай синим покрасим тоже. Потому что мне кажется потемней. Это хорошо. Море такое темное. И мы вот так вот волны закрашиваем. Еще темные волны. Очень красиво. Это хорошая подготовка, ребята. Когда мы хотим нарисовать классный пиратский корабль. И узнаем, что у нас получится. Он просто замечательный. И очень хорошо. И мы вот так рисуем. Все подготовка готова. Все закончено. Она. Ух, какое море получилось. Можно я на нем поплаваю? Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. О, Лео тонул. Надо его доставать. Чук-чук-чук-чук-чук. Лео, я тебя спас. Хух. Ну и море у вас получилось. Не бойся. Начинаем рисовать пиратский корабль. Начнем с коричневого. Сразу с коричневого, я думал с черного. Давай коричневого, потому что сначала мы нарисуем корпус корабля. Корпус корабля, лодку, да, лодку корабля, вот так вот. Корпус корабля, вот здесь нос будет, а здесь корма. Корма, это значит зад корабля, да. И вот так мы рисуем, вот так. Теперь здесь опускаемся и сюда. И вот наш корабль. Он весь черный или коричневый. Надо решить, ребята, или черный, или коричневый. Такой уберите, какой вам хочется. Конечно, я хочу сначала покрасить его серым, ну, таким светло-коричневым. А после этого добавить немножко черного и темно-коричневого. И у нас настоящий пиратский корабль получится. Покрасили коричневым, нарисуем сразу руль корабля. Вот так вот руль выглядит. А здесь можем нарисовать такие поручни, чтобы солдаты не падали, когда плавают. Ну, не солдаты, а матросы, потому что матросы же плавают на кораблях. Не матросы, а пираты. Правильно, Лео, ты прав. Пираты, 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 такие дела. Сейчас мы нарисуем доски. Доски мы рисуем с помощью коричневого. Вот так, раз, 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 раз. А теперь берем черный карандаш, черный карандаш. И не спеша рисуем квадратики. Эти квадратики называются иллюминаторы. Или там стоят пушки. И они стреляют пиф-паф, пуф-пуф, да, пушки. Мы вот так рисуем дырочки для пушек. Все у нас получилось просто супер. Теперь мы возвращаемся, ребят, к коричневому карандашу. И еще мы хотим заметить, если вы не успеваете, ребят. Да, Лео, спасибо, что ты заметил. Ребят, если вы не успеваете, то ставьте на паузу. Догоняйте нас и смотрите, мы вас подождем. Так что продолжаем рисовать мачты. Теперь мачты это то, на чем держатся паруса нашего пиратского, даже пусть пиратского корабля. Мачта идет снизу вверх. Внизу она толстая, а сверху она тоненькая. Здесь еще одна мачта есть. Нарисуем их три. Одну, вторую и третью. Вот такие три мачты. И еще пририсуем носовую мачту. И вот такую вот мачту, как есть, да. Отлично, у нас есть. А как же на них паруса держатся? Они же квадратные. Вот, Лео, мы сейчас этим и займемся. Смотри, ты всегда задаешь вопросы перед тем, как я начинаю что-то рисовать. Только-только хочу объяснить ребятам, а ты сразу задаешь вопрос. Смотри. Паруса держатся на таких перекладных мачтах. Перекладины называются, да. Мы их сюда тоже рисуем. Вот такие перекладины. Тут, тут и тут. А здесь переклады не будет, потому что у нас здесь будет такой треугольный парус. Вот это то, что мы сделали. Также здесь мы можем нарисовать такую корзинку, где сидят матросы. Сидят и смотрят. Если ты знаешь, они смотрят, далеко ли земля. Да, земля по левому борту. Да, так они и кричат. Ребят, мы нарисовали корабль, полностью у нас все хорошо получилось. Теперь мы можем нарисовать некоторые моменты. Опять-таки коричневым карандашом мы можем взять и соединить уже наши паруса. Мачты сначала. Соединить их, чтобы они не падали. Вот так они в жизни соединяются. Также они соединяются еще вот так. Вот каждая тоже соединяется. Так-так, так-так, так-так. Это называется такая соединялка. Соединялки, соединялки. Текилаж. Текилаж называется. Текилаж паруса и всякие канаты называются текилаж. Также у пиратов и у моряков есть такие лестницы, по которым... Они веревочные, конечно, по которым они залазят. И мы можем их тоже нарисовать. Нарисовать. Вот сюда тоже, может, лестница идет. Может быть, одна тоже идет сюда лестница. Вот, чтобы залезть сюда, они сюда залезают. А дальше, может быть, еще даже лестницы. И с этой стороны тоже есть лестница. Ну, давайте нарисуем их немножечко, вот так вот. У нас большой корабль пиратский. Мы нарисуем побольше лестниц. Скорее бы у нас паруса черные. Давайте, давайте. Лео хочет паруса, рисуем паруса. Лео, ты здесь полежи, нам не мешай. Мы сейчас будем рисовать паруса. Ребят, паруса рисовать несложно, но все-таки нужно постараться. Вот так делаем. Раз, 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 раз. Здесь они держатся, а здесь они прогибаются. Здесь они держатся, а здесь они прогибаются. Здесь прогибаются, здесь держатся. Вот такие у нас паруса получаются. Вот так. Здесь у нас черный парус, и мы просто закрашиваем черным. А здесь треугольный парус. Мы тоже его закрашиваем. А теперь, ребят, мы все паруса просто ровненько закрасим. Стараемся не выходить за края, но если немножко вышли, ничего страшного. Пираты, я думаю, плавали часто с рваными парусами Бывало и такое Морской пират Такое дело Мы рисовали пиратов Карибского моря Можно сказать корабль Очень похож на пиратов Карибского моря Я видел кино и мультики даже Очень хорошо А мы нарисуем пиратов самих Если вы хотите, ребят, то можете нарисовать Несколько человечков Вот так вот они стоят Вот один человечек Это пираты, конечно, они нам машут Мы же забыли флаг Точно забыли мы флаг Лео, с тобой нарисовать пиратский флаг Давайте череп и кости рисовать не будем Просто нарисуем черные пиратские флаги На нашем корабле Это будет достаточно страшно и устрашающе Для остальных ребят Кто будет смотреть, как рисовать Карандашами такой пиратский корабль Мы нарисовали несколько пиратов Они в кепках Здесь ходят Может даже стреляют из пушек И даже дым можно нарисовать Он как будто бы стрельнул Бух-бух-бух-бух-бух-бух-бух-бух И фиолетовым Я часто фиолетовым беру в конце И немножко монтаризовать Таких Маленьких птичек Которые летят за пиратами Морская тема продолжается На левом мы много рисуем У нас получился замечательный пиратский корабль Давай повторим, как мы его рисовали Ребят, давайте, действительно Несложно это было сделать Сначала нарисовали волны После этого корабль сам Это его основа корабля. Нарисовали три мачты. Одну наклонную и одну такую. А после этого нарисовали такелаж и перекладины. Такелаж, как мы поняли, это веревочки, канаты и паруса. И после этого нарисовали паруса тоже. Не забыли про пиратов, нарисовали птичек и черные паруса. И черные флаги. Отлично получилось. Ребят, приходите к нам. Лео рисует каждый день. Каждый день мы новые ролики рисуем для вас. И вместе проводим хорошо время. Ребят, правильно, подписывайтесь на ютубе, в инстаграм. Мы делаем ролики каждый день. Лепим, рисуем и радуемся. Поделок много, счастья много. Хороших рисунков. Пока-пока.